Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Приморском крае. Обращения касались реализации социальных прав, вопросов безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности образовательных учреждений, экологии и жилищно-коммунального хозяйства, а также деятельности судебных приставов исполнителей и органов, осуществляющих предварительное расследование. Так, инвалид второй группы сообщил о нарушении прав маломобильных граждан и попросил оказать содействие к оборудованию пандусом многоквартирного дома, в котором проживает. Я недавно получил квартиру, полтора года назад, по улице Дармина 6. Вы знаете, разбитая дорога. Вот, получается, как подниматься за Дармина 6, за Дармина 8. Я не знаю, документ наш... Там есть фотоматериал, все это вот. Просто дорога разбита, ты идешь, и вот я уже несколько раз просто, знаете, спускаюсь, и я просто упал. И вот на данный момент я сейчас повредил руку, и, естественно, тренировочек немножечко пришлось переостановить, потому что рука беспокоит, и сейчас уже дает МРТ, и приходит лечение. Жительница города Уссурийска просила дать оценку бездействию местной администрации по организации жителям поселка Черняховский без перебойного предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения. А представитель бизнеса общества обратился с жалобой на действие административной комиссии Уссурийского городского округа по проведению проверочных мероприятий на предмет соблюдения юридическим лицом про благоустройство и содержание территории округа. Всего на прием обратилось 16 человек. Обход, осмотр, вообще их беспокоить не надо, людей, предпринимателей. Вот если вы им рекомендовали что-то сделать, а они говорят, нет категорично, тогда да, тогда уже надо думать относительно каких-то форм воздействия. Дмитрий Демешин поручил по каждому принятому обращению оперативно организовать назорные мероприятия, по результатам которых при наличии оснований принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений. Результаты рассмотрения обращений, поступивших на личном приеме, поставлены на контроль в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.